Вместо урока интересная лекция о культуре, вместо учителя ученицы 10 класса, а вместо ручек и тетрядей горящие от интереса глаза слушателей. Утро в 11-м многопрофильном лицее началось с выступления Ксении Хрусталёвой, ученицы школы и участницы Всероссийского конкурса «Школьная лига лекторов». Своим сверстникам она рассказывает интересные факты о кино, живописи и музыке. Сегодня моя лекция будет об интересных вопросах культуры. Её я делала полностью сама и, как мне кажется, она получилась очень увлекательной. Хочется сказать, что когда я выступала на дистанционном этапе, было видно, что эксперты с увлечённостью меня слушают и о многом слышат впервые. Принять участие в конкурсе для юных просветителей Ксения решила сама. Близкие учителя охотно поддержали инициативу. Любовь к публичным выступлениям у школьницы появилась давно, а многочисленные награды в различных творческих состязаниях говорят о таланте Ксюше. Учителя уверены, их воспитанницы получится доказать, что она лучший лектор страны. В 15-м классе мы участвовали с ней в различных конкурсах. Это были конкурсы театрального мастерства или конкурсы художественного слова. Практически во всех конкурсах Ксения была либо победителем, либо призёром. И, в общем-то, так постепенно шла и развивалась. Поэтому вот её успех, нынешний успех, это закономерный результат её многолетней, кропотливой работы. За плечами у Ксении два онлайн-испытания, которые она с успехом прошла и попала в полуфинал. Теперь девушке предстоит создать ещё одну уникальную лекцию и выступить с ней на весь Приволжский федеральный округ. 50 юных просветителей выйдут в финал Школьной лиги лекторов, а победителями конкурса станут 20 участников.